Девочки, как все-таки здорово иметь хороший пейзаж из окна. Я, наверное, вам уже надоела с этим пейзажем. Но вот смотрите, я только проснулась, протерла глаза. И вот поворачиваю в сторону балкона глаза. У нас даже занавесок еще нет. А тут красота. Солнышко встает, просвечивается от домов. Так красиво прям. Я не могу. Всем доброе утро. Так, наступил новый день. И сегодня будут новые дела. Ой, не могу. Ну не могу. Хочу поделиться с вами вот этой красотой. Ну вот, мои хорошие. Мастер уже пришел. Он там уже пилит в подъезде у нас там. Дверку будет устанавливать на ванну. И тогда у нас будет все очень-очень шикарно. Я все убрала. Ну тут сильно-то пыли не будет, потому что пылит он в основном там. Но все равно, чтобы потом меньше убирать. И, в общем-то, поубирала все. Кстати говоря, знаете, какой прикол? Когда ночью у нас в туалете свет горит. Сейчас выключу. Вот сейчас в туалете горит свет. Ночью, когда выходишь из комнаты, раз такая подсветочка. Даже вот в коридоре можно свет не включать. Потому что в комнатной двери тоже они со стеклянными полосочками. Ну вот вы видите, вот там у нас комната, где вещи лежат. Там вот солнышко в окошке. И светло. Видите, как светится. И вот можно в коридоре тут света не включать. Вот такая вот подсветка имеется в двери. А кто говорит, что моя дочка белоручка? Дочка не белоручка. Смотрите, вот нам дверь последнюю установили. И вот намусорили. Доча убирают. Выбрасывали. Белоручка моя. Белоручка. Ну все. Заканчиваем грязные работы. Да, в общем, в комнате видите, чуть-чуть. Просто так, опелочки немножечко есть. Все абсолютно нормальненько очень даже. Немного мусора. Там вообще все чистенько. Ни пылиночки нигде. Вообще все нормально. В коридоре только сейчас подметем. И все шикардосно будет. Белоручка. Мам, подметешь там? Хорошо, давай я там подмету, а ты на почту съездишь. Мне легче подместить, чем на почту ехать за заказом. Ну ладно. А мне легче на почту ехать за заказом. Чем будем вести? А я подмету, через 5 минут буду на диване валяться. А ты будешь целый час поморозу ехать. Кого-то вот здесь стучат. Ну да. Это где-то сверху или снизу. Ладно, давай. Девочки, сижу сейчас, смотрю прямой эфир, который мы провели вместе с дочкой на ее канале. Кстати, я там отвечала на многие вопросы, которые вы мне задаете в комментариях. Поэтому можете пройти, посмотреть прямой эфир. Кому интересно, можете услышать там, может быть, какие-то ответы на свои вопросы. А еще пришел заказик из Иваново. Трикотаж, дом Трик. Но это я буду снимать уже в отдельном видео. Заходите, смотрите. Очень много интересных вещичек там заказала я. Ну что, девочки, мою машину не занесло. Я подумала, тут уже сугроб, там крыша. Ну, на стекле немножечко. Там снега замороженного уже. В общем, сейчас хочу я машинку прогреть. Аккумулятор прогреть. И вернуться домой. Если она заведет. Ну, что, мои хорошие. Снимаю на телефон, качество картинки не очень. Но машинка, как вы слышите, завелась. И сейчас я посижу ее, попрогреваю. И потом вернусь домой. На улице вот хоть вроде бы там как будто бы плюс два. Но ветер такой противный. Фу, вообще из дома выходить не хочется. Вот. Сейчас мы с дочкой провели совместный прямой эфир на ее канале. Оно прикольненько. Поотвечала я на многие вопросы. Вот. Прочитала я комментарии. Вот последнее мое видео. Что-то я не знаю, что я там так не так сказала. Почему так восприняли, что моя дочка лентяйка. Что меня она держит за крепостную. Там, я не знаю, вообще такое всякое понаписали. Что прям вы меня огорчили, девочки. Я не знаю уже прям, что снимать можно. Чтобы это было воспринято адекватно. Почему вы думаете, что она меня насильно держит у себя. Она мне сказала, хочешь ехать домой, можешь поезжать. Вот. Мне даже не хотелось вообще выходить на улицу. Даже машину прогреть. Было не кайф нос высовывать на улицу. Но потом дома там не делать, нечего. А здесь я вижу, что я могу быть полезной. Мне хочется быть полезной. Мне хочется помочь, чем могу. Я не перетруждаюсь. Меня никто не заставляет. Я хочу лечь полежать. Полежала. При том, что я вам видео сняла, что понедельник день лентяя. Можно ничего не делать. Вообще просто можно валяться, посмотреть телек. Ничего такого я там не делаю. Вот сколько делает дочка. Я просто смотрю на нее и поражаюсь. Как ее хватает. Это надо везде все успеть. Я не знаю. И видео снимать надо. То туда надо поехать. То в жилконтору. То в дом управления. То там еще не знаю. То в садик. То еще какие-то дела. Ну конечно же я понимаю, что ей нужна помощь. Я вижу, что ей нужна помощь. И я могу ей помочь. Почему бы не помочь? Нормальная мама всегда поможет. Кстати, могу сказать вам, что моя мама мне не помогала. Ну она не считала нужным. Может быть помогать. Может быть она ждала, пока я попрошу. Я была гордая. Я не просила. Я сама справлялась. Ну при том, когда я была молодая, у меня было столько энергии, что вообще, не знаю, я горы готова была свернуть. Мне эту энергию просто девать было некуда. Вот. Так что справлялась сама. Ну и тем не менее, если бы моя мама мне помогала, или кто-нибудь помогал, я была бы благодарна. В общем, почему бы от помощи не отказываются нормальные люди. Вот. Так что все нормально у нас. Кто-то там написал, что езжайте домой. Двум хозяйкам на кухне тесно. Но нам не тесно. Во-первых, кухня 22 квадрата. Какое там тесно? А во-вторых, мы там одновременно ничего не готовим. Потом мы если что-то и готовим, то она готовит, то я готовлю. Мы готовим как бы, ну, для нас. Мы же одна семья. Мы едим вместе, совместно. Я не знаю, это у кого-то, наверное, девочки, может, какие-то проблемы в семье. Какой-то там негатив или что. Зачем вы вот эту такую фигню пишете? Не надо этого всего писать. Вот. Ну, а тем, кто меня поддерживает, кто меня защищает в комментариях, тем спасибо большое. Вы за меня это делаете. Я рада. Это радует. Вот. Ну, в общем, у нас все нормально. Что вы там переживаете? Все у нас прекрасно, все хорошо. Потихонечку все делается. Все дела, потихонечку все у нас делается, в общем. Сейчас вот дверку нам последнюю поставили, которую была тогда бракованная. И все у нас теперь уже там прям симпатичненько так, уютненько, прикольно. Вот. Ну, не знаю, если здесь нас кучит, я поеду дома, поотдыхаю. Мне просто дома, ну, что мне делать дома? Вот просто тупо валяться изо дня в день, смотреть телевизор. Тем более здесь вот, если надо продукты, дочка пошла в магазин, продукты принесла. Мне не надо выходить на улицу. А там придется самой тащиться. Поэтому гололеду, вообще гололед, я сейчас до машины еле дошла. Вот. Вот это вот выходить на мороз, тащиться, вот эти сумки волочить домой еще. Готовить себе одно. Это уже такой обломок. Когда готовишь кому-то, уже приятно, что ты вот не только для себя готовишь. В общем, не знаю, я на жизнь не жалуюсь. Не знаю, может быть, это так показалось, может быть, кому-то, что я там на жизнь жалуюсь. Все у меня прекрасно в жизни. У нас у всех все прекрасно в жизни. Все хорошо. Я не жалуюсь абсолютно. Ну, вот у меня только снега вот на крыше нету. А только вот сзади, на стекле чуть-чуть. Сейчас я щеточку достану и смахну эту немножко снега. Ну, все. Я со стекол смахнула. Там все это, пока машину прогрела, оно все отошло. Все, прекрасненько. Теперь иду домой. Девочки, посмотрите, какой лед здесь вот налить просто. Вообще, такой гололед. Вот как по такому гололеду вы меня гоните домой. Я тут вот пройти чуть-чуть, как корова на льду, потихонечку, потихонечку, чтобы не подскользнулся. И я уже замерзла даже, пока смахивала со своей машиной лед. Все, вот и шла. Все. А что у нас сегодня на завтрак? На завтрак у нас пюрешечка, говяжьи котлетки. Какой завтрак? Три часа дня? Ну, это завтрак у меня, я еще забыла. На завтрак кофе был? Не, когда мне было. На завтрак было кофе, ну, значит, на обед. Какая разница? Короче, пюре, говяжьи котлетки на пару. И салатик с этим масло оливковое чуть-чуть добавила. Помидорчики, огурчики. Немножко лучка добавила. Ну, и хлебушек от Рубной я буду кушать. Вот, садимся есть. Мы так заняты, так заняты. Куча дел. Всем привет, мои хорошие. У меня уже новый прикид. Я получила трикотаж из Иванова. И много обновок у меня. И еще обновки и у дочки, и у внука, и еще у сына, и еще внучки, невестки. Еще один заказ уже в пути, он идет. Так что всю семью одену. Вот. Пару дней ничего не снимала, потому что у меня, кроме уборки, извините, снимать нечего. А если кто-то из подписчиков пишет, что я тут как крепостная, ну, думаю, что буду снимать уборку. Значит, ничего не буду снимать. А вообще, я вам хочу сказать, мои дорогие, движение – это жизнь. И я сама себе нахожу, что мне тут делать. Я могу, конечно, целый день валяться на диване и ничего не делать, но я же хочу продлить себе жизнь. Да, поэтому я стараюсь двигаться. Ну, и, естественно, двигаться – это что делать? Мне, например, зарядку делать лень. А вот что-то убрать, что-то там прибрать, приготовить – мне не лень. Это мне нравится делать. И, в общем, хлопачу по дому. Сегодня мы с дочкой там небольшую перестановку сделали. Вообще, мы все время, каждый день что-то куда-то переставляем, что-то улучшаем, облагораживаем. И вот я вам сейчас покажу, что мы сегодня сделали. Ну, этот уголок вы уже видели. А сегодня мы перетащили с дочкой комод, перетащили сюда, потому что телевизор мы пока еще не подвесили на стену. Вот, и поставили телевизор. Антенну мы пока что еще централизованную не подключали. Ну, это нужно там кабель, я не знаю. В общем, у нас маленькая комнатная была антенка, и мы ее туда воткнули. В общем, показывают. У нас при том, что еще через интернет, Wi-Fi подключили. И, в общем, смотрим теперь через интернет. Вот фильм там какой-то идет. А еще вот эту лавочку, видите, да, я ее достала с балкона, и она прекрасно вписалась вот в этот уголок перед выходом, для того, чтобы можно было на нее там сумочку поставить. Ну, в общем, присесть можно. И вот у нас этот уголок. Ну, если кто-то смотрел видео там, где мы демонстрировали одежду, вот мы в этом углу и демонстрировали. Все у нас тут теперь как-то так вот симпатичненько. Зеркало, тумбочка, все классно. Вот, ну, а в спальне у нас тут теперь поляна, в общем-то. Матрас мой сдули, потому что я сейчас сплю на кухне уже несколько ночей, и очень хорошо там даже классно прямо сплю. Мне там нравится. И Дыня здесь с мамой вдвоем быстрее засыпает, чем когда мы втроем лежим. Видно, ему слишком радостно, и он прыгает и не спит. Ну, в общем, вот так вот красивенько у нас теперь. Тут уютненько прям становится потихонечку. Пока больше никаких новшеств у нас пока еще нет. Еще пока наводим порядки, ждем зарплату, и будем потом еще что-нибудь делать. А что я сегодня готовила? Да, в общем, пока ничего такого не готовила. Из сухофруктов сварила компотик. Вот. А что еще буду готовить, пока не знаю. Всем привет, мои хорошие. Наконец-то я распаковала эту упаковочку. Девочки, я так рада, что телевизор большой поставили, и что в нем есть смарт, что можно теперь через Wi-Fi смотреть интернет, и можно лежать на диване, на большом экране смотреть свой канал. Здорово-то как! Ну, так же фильмы, мультфильмы, все что угодно выбирать вообще. Всем привет, мои хорошие! Сегодня 14 февраля. Сегодня день всех влюбленных. Я поздравляю вас всех с этим днем. Ну, а у меня, как обычно, дела насущные. Сейчас я собираюсь сварить супчик, очень легенький такой, с консервированными грибочками. И я вам покажу, что, в общем-то, как легко сварить и быстро суп. Можно сказать, из топора. Я буду варить небольшую кастрюльку, поэтому я взяла для этого две картошечки, ну, такие средние, можно побольше, половину морковки, половину лучка и банку консервированных грибов. Грибочки я солью, можно даже сполоснуть в водичке. Ну и все, я сделаю легкую зажарку на постном масле с луком и с морковкой. А потом в кастрюльку нарежу меленько картошечку. И когда оно все поварится, в конце уже добавлю грибочки. Ну и также можно соль, спицы там добавить, можно зелень добавить, можно сушеную зелень, если нет, свежей. Вот такой легенький супчик я буду варить. Ну, посмотрим все по порядку. Сейчас я все нарежу. Ну вот я на сковородочке делаю зажарочку, немножко растительного масла и слегка-слегка побаланшируем, чтобы оно было так, до полуготовности. Ну и здесь я поставила водичку. Я не полную кастрюлю буду делать. Если мало будет водички, я лучше потом долью. Хочу сделать немножко супа, чтобы он быстренько съелся, потом не оставался. Дальше я вот нарезала небольшими кусочками, маленькими такими кубиками, хотя режьте как хотите. В общем, не захотелось картошку не крупно нарезать, потому что сами грибы, они нарезаны мелко. Ну, чтобы все миленько было. Я даже морковку хотела на терке, ну, просто поленилась. А грибы я хочу промыть через ситечко, потому что вот этот бульон, в котором они находятся, мне как-то не очень нравится, поэтому я сейчас их просто промою. В холодной водичке промою все и дам им течь. Так, сейчас мы это дело помешаем. Надо убавить огонь, чтобы оно слегка поджаривалось не сильно. Хотя можно даже уже почти выключить через пару минуточек. И что моя доча делает? Чечень вторая. Она поздравляет там еще всех, да? С днем всех влюблено. И тут всех поздравляет уже. Да. Ну, а я тем временем готовлю супчик. Я картошечку уже забросила, не стала ждать, пока закипит вода. Там, в принципе, картошку я бросаю то в холодную воду, в принципе, то в кипящую. Это не принципиально, она все равно сварится. Все равно будет вареная. Зажарочка у меня уже готова. Сейчас я жду, пока закипит водичка. Картошка уже, когда сварится наполовину, тогда уже закину туда я и зажарку, и грибочки. Ну, и буду использовать я адыгейскую соль. Вот в другой банке она. Или вкусную соль, вкусная закончилась. Листик лавровый кину один. И все. И сушеную петрушку с укропом, потому что у нас свежей зелени сейчас нет. Вот, грибочки уже тут вот у меня сполоснутые, лежат и ждут. Ну вот, картошечка поварилась у меня минут 5-7. Закинула туда зажарочку, грибочки. И дам повариться этому супчику еще минут 7-10. Ну, уже когда картошка будет совсем готова, в общем-то, можно будет выключать. В общем, это такой супчик на скорую руку, можно сказать. Легкий и быстрый. Еще положила сушеную зелень туда. Петрушку, укропчик. Все уже посолила, поперчила. Все, теперь оно сейчас на медленном огне доварится. И будем кушать. А еще на вторую буду делать индейку с подливкой в мультиварке. Обед на скорую руку продолжается. Нарезала я луковичку. Немножечко растительного масла добавлю. Поставлю лук на режим жарка на 10 минут. Пускай чуть-чуть поджарится лучок. Ну, минут через 5 уже, когда будет жариться, я добавлю индейку. Индейка у нас такая. Мы просто брали вот индилайт. Здесь полкило. В принципе, любую индейку можно. Ну, вот какая у нас была. Я ее сейчас приготовлю. Полосочками порежу, небольшими кусочками. И сделаю ее тушеную с подливочкой. Потому что у нас есть гречка. И как раз с гречкой мы ее поедим на вторую. Ну, вот лучок уже наполовину поджарился. И сейчас я туда закину индейку. Я вот ее порезала такими небольшими кусочками. А доча сидит, смотрит телек. Так, смотри, так ей нравится в этом кресле сидеть. Ну, я люблю на диване там болтаться. Да, мне так уютно. А мне там уютно. Мне там комфортно, как я так вот сижу удобненько. Я люблю еще так... И все. А теперь все. Теперь появился такой кайф смотреть. Во, во. Прям вообще. Вот это твое место, да? Любимое теперь. Ну, прошла лучше как. Мне жарко. Ну, я хожу, брожу и готовлю. Так, ладно. Вернемся мы к индейке. Сейчас я еще раз помешаю. И закинем туда индейку. Еще помешаем. Чуть-чуть поджарится. Но режим жарко закончится. И тогда можно будет чуть-чуть водички добавить. Посолить, лову в листик. И закрыть, поставить на режим тушения. Не знаю, минут на 30-40. Ну, не пускай подольше тушится. Минут на 40 поставим. Я смотрю на улице сегодня. Хорошенькая погода. Солнышко светит. Ветра нету. Прямо здорово. И там, по-моему, плюс 2 градуса. Класс. Ну, что, мои хорошие. Обед мой готов. Я пойду сейчас кушать. И смотреть телевизор. На этой хорошей ноте я хочу закончить свое видео. Чтобы быстрее вам его смонтировать. И чтобы вы могли его уже посмотреть. А потом, если что-то будет интересное, я включу камеру и буду снимать для вас дальше. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok